Дмитрий Быков на канале МЫР. Писатель, мне кажется, особенно поэт, как-то по-другому чувствует, извините за выражение, эпоху. Обладает особым чувствованием времени. Человек с другими настройками, вообще с другим чувствованием. Дмитрий, скажи, пожалуйста, как наше время будет описано? Сейчас хаос, безусловно. Вопрос, выйдем ли мы в диктатуру из хаоса, что бывает довольно часто. И эта диктатура может оказаться хуже путинской. Это будет уже полное закрытие всех границ, окончательная цифровизация всего населения, пропуска на выход в уборную и так далее. Такой вариант есть. Значительная часть населения поддержит это с радостью, потому что всех разъездившихся, всех привезших вирус, они будут требовать линчевать. Это они очень не любят. Сами они никогда за гранпосток не получали. Второй вариант – это что власть осознает свои ошибки, поймет, что у нее нет дальнейшего мандата доверия, обеспечит переходный период и тихо трансформируется. Это вариант оптимальный и невероятный. А третий вариант, что все останется по-прежнему, только Владимир Владимирович будет провозглашен победителем еще и коронавируса. Мало того, что Владимиром Таврическим, но и Владимиром Вирусом. Такая произойдет коронация вируса. Это довольно распространенный вариант. Но ведь третий вариант, в общем, не так уж и плох. По сравнению с первым он даже хороший. Я вот сейчас пересмотрел свои публикации за последний год, я везде говорю, что Россия не сворачивая, ускоренно летит к катастрофе. А какого рода это будет катастрофа, совершенно было непонятно. Я, кстати говоря, далеко не уверен, что проблема только коронавирус. Очень может быть, что мы попали в действительно идеальный шторм, когда у нас одновременно обнулилась с нефт, конституция и здравоохранение. Но здравоохранение героически борется. И оно, я думаю, не даст привести ситуацию к окончательной бездне. А все остальное, ну что же, мы в 90-е, что ли, не жили? Подумайте, ничего страшного. Вот весь вопрос в том, кто и как будет из этого выходить. Я знаю, что сейчас главная полемика разворачивается вокруг сторонниками китайского варианта и, условно говоря, шведского. Одни говорят, что только свобода эффективно против эпидемии, и другое, что только диктатура. Что будет? Я вообще думаю, что это ложное противостояние. Хороша, хорошо организованная медицина. Но все зависит от того, как выйдут штаты. Потому что штаты сейчас очень плохо. Откуда взялся вирус? Опять же, спрашиваю, как писателя и поэта. Это происки Билла Гейтса, Ротшильда Сороса и прочих? Или это химическое оружие, биологическое оружие Китая? Или это нам занесли инопланетяне? Что ты чувствуешь? Нет, никакой конспирологии в моем сознании нет. Я знаю, что мир слишком сложен, чтобы быть регулируемым. Так что, по всей вероятности, это непрожаренная летучая мышь, которая привела к таким последствиям. Но ведь вопрос не в том, что происходит, а в том, как мы это воспринимаем. Мир давно живет с ощущением расплаты за грехи. Видимо, эта расплата в каком смысле заслужена. Мы очень далеко отошли, условно говоря, от послевоенного мира, от мира 40-х и 60-х годов. Мы очень многое забыли. И в России, и в мире. Вот таким простым напоминанием о простых вещах. И будет эта пандемия. Гораздо лучше напомнить об этом формате пандемии, чем в формате ядерной войны. А в чем мы провинились, бывшие советские люди? Ну, я не стал бы уж так нас обвинять, исходя из того, что мы пережили в 20-м веке. После такого века очень трудно ждать идиллии. Но мы, безусловно, провинились в том, что главных своих проблем мы не решили, свободы не хотели, с поразительной легкостью променяли свободу. Не скажу даже на что. В общем, условно говоря, из застоя вышли в отстой. Мне не нравились уже и 90-е годы. И они оставляли у меня ощущение какого-то кровавого поноса. 90-е были хуже 80-х, а нулевые хуже 90-х. Это нам сейчас, как сказано на букву, дан последний шанс за волосы втащить себя на прежнюю высоту. Это шанс? Ну, конечно, шанс. Разумеется, я очень жду, что сейчас появятся новые люди, организаторы, медики, волонтеры, религиозные деятели, социологи, экономисты снизу, которые начнут все организовывать и в конечном итоге выиграют все это. Ведь, в конце концов, следствием 12-го года было появление Союза Освобождения. Но у нас появятся какие-то люди, которые будут худо или бедно регулировать свою жизнь сами. Если они появятся, то уже все не напрасно. Господи, я сначала подумала, что ты говоришь о 2012-м годе. Нет, я говорю о 2012-м. А не было последствий никакого? Кстати говоря, 2012-го года ты был одним из ярких лидеров той самой недореволюции. Я был не лидером, а ратором. Но, тем не менее, да, я действительно считаю, что это был шанс. И шансы этим шансом не воспользовались толком ни сверху, ни снизу. Власть предпочла сделать вид, что вообще ничего не было, что все это маргиналы, вдохновляемые Западом. В результате на Западе оказалось три, допустим, Чирикова и, допустим, Троицкий. А кто-то оказался мертвым, как Немцов, а кто-то оказался заткнутым или прикормленным, как не будем называть имен. Но, конечно, таких шансов с тех пор не было. Я очень надеюсь, что сейчас произойдет такое массовое отрезвление, потому что разговоры «зато он поднял Россию с колен» сейчас звучать практически перестанет. А куда делся Путин? Его же, в общем, нет. Ну вот Путин в самоизоляции, нам сегодня Песков сообщил, что он очень скучает по живому общению, мало людей вокруг него. Я так и представляю, как он сидит там и скучает. Но на самом деле я думаю, что это обычная его тактика. Он исчезает в какие-то минуты, чтобы после Беслана, скажем, отнять еще одну какую-то свободу. Это выборы губернатора. Это нормальная его тактика. Он не очень активен в периоды экстремальные. Может быть, это правильно, потому что надо в какие-то минуты давать людям действовать самостоятельно. А потом он появляется и пожинает плоды победы. Только я хотела спросить, а был ли вообще Путин? Потому что то, что мы сейчас видим, это плод какого-то коллективного, не то чтобы разума, а наоборот. Оля, то, что мы сейчас видим, это коллективный портрет страны. Страна сегодня равна Путину. Не нужна иллюзия. Он выражает ее уровень абсолютно адекватно. Как только этот уровень реально повысится, эта гармония между ним и страной исчезнет. Сегодня он коллективное выражение национального духа. Вот с этим ничего не поделаешь. Мы рады бы думать, что Путин – это не мы. Но Путин – это мы. Поэтому с таким трудом решается вопрос, например, амнистии. Народ не хочет амнистии. Я все время читаю высказывания, что зачем выпускать преступников, когда они денутся, они будут заразу разносить и душить наших бабушек по подъездам. Народ панически боится амнистии. Но надо сказать, что главная черта путинской России вообще ксенофобия. Боязнь чужих, других, инаких. Боязнь молодых, потому что они не такие и они раздадут наше завоевание. Боязнь собственных детей, потому что они тут же сейчас тоже раздадут наши земли предков. Боязнь иностранцев, которые что-то против нас вынашивают. Ну, в общем, это такой универсальный страх другого. А зэки – это другие дважды. Они другие, потому что они могут быть потенциально инфицированными. И потому что они, скорее всего, преступники. Вот их воспринимают как преступников. Это очень странно, потому что в России ни разу не сидел, ни разу не был задержан, но, может быть, каждый десятый. Это очень небольшой процент. Тем не менее, вот этот страх перед ЗК почему-то существует. Раньше была присуща все-таки милость к падшим. Понимаете, к адресникам, шедшим через деревню подавали калач. Сегодня мы этого не видим. Сегодня мы видим поразительный страх всех, кто не мы. И малейшее проявление сочувствия уже карается астратизмом. Вот согрешить – это полбеды, но вот за кого-то заступиться – это уже вещь совершенно непростительная. А вот эта боязнь, она же отличается именно от страха. То есть я… 37-й, например, и боязнь сейчас. Это же разные боязни. Да я не думаю. Мне кажется, что этот страх в России – это такое сознание собственной греховности. Понимаешь, все ждут ревизора. И каждого есть за что посадить. Если каждого в России посадят, он не будет думать за что. Он будет думать, давно пора было. Они вот… Все живут с ощущением виновности скрытой. Очень трудно найти в России человека, который бы не был ни в чем виноват. Поэтому власть, держа всех вот в этой ситуации, она очень хитро поддерживает вот этот страх «пусть другого, пусть не меня». Настоящее счастье – это когда берут соседа. Был гениальный анекдот, кстати говоря, когда русские, немец и поляк обсуждают, что такое счастье. Немец говорит, что счастье – это деньги, там поляк, условно говоря, что любовь. А русские говорят, что вы ничего не понимаете. Счастье – это когда у меня в 3 часа ночи раздается звонок в квартире и спрашивают, это гончарная 5, а я отвечаю, нет, это гончарная 6. Вот это счастье. Страна, где все живут в ожидании ареста, о чем здесь бывает. А ты в чем виноват? – Оль, ну, Оля, я очень во многом. Я все-таки оппозиция, какая-никакая. У меня нет только никаких коммерческих таких, в этом смысле, правильных след, потому что я не бизнесмен, я знаю, что там меня съедят немедленно. Но многие и так уже говорят, а как это смеет Быков читать платные лекции? Пусть он будет благодарен за то, что его вообще не убили. То есть я, по их мнению, должен приплачивать за то, что работают. – Тогда я даже боюсь тебя спрашивать, кого ты видишь из тех самых новых людей, которые вытащат Россию за волосы. Просто страшно называть именами. – Ну, вот, например, у меня были определенные иллюзии по поводу Федермеса. Потом эти иллюзии по разным причинам у меня пропали. Но у меня есть определенные иллюзии до сих пор насчет низовых, добровольств. Насчет вот тех, кто мне сейчас позвонил из Марфо-Мариинской обители и пригласил меня в волонтера Ушамиту, точно государство никакого касательства не имеют. У меня есть определенные иллюзии по поводу школьников, моих и студентов, которые проявляют поразительные здравомысля. И потом, конечно, чудеса творят врачи. Врачи, в том числе те, кто давно уже отошел отдел, ушел, например, в бизнес, а сейчас добровольно мобилизовались и помогают. Мне кажется, что мы в ближайшее время, если переживем прорыв на каком-то фронте, то в биологии. И это такое единственное позитивное последствие коронавируса, потому что в медицину сейчас будут вкладываться все, у кого есть. А ты пойдешь волонтером в Марфо-Мариинскую обитель? Уже пошел. А что ты там делаешь? Это еще в том отношении хорошо, что это дает пропуск. Я могу иногда из дому выходить. А это очень просто. У меня есть машина, там люди с машинами довольны ценятся. У меня «Жигури», и я на нем могу в пределах юго-восточного, юго-западного округа особенно, в диапазоне от Киевского до Никулина, я могу развозить какие-то продуктовые заказы, оставлять их в двери, звонить и уходить. То есть люди не догадываются, что к ним приехал Дмитрий Быков и оставил кефир и хлеб. А я надеюсь, что им это совершенно не... Нет, ну кто знает, что Дмитрий Быков, те просто пишут мне на почту, я дал им почту, и у меня нет никаких в этом смысле препятствий, я открыт для такого рода помощи. Вот мне позвонил инвалид, которому газеты не доставляют, я разобрался, там ему доставляют теперь газеты. Но это не более того, это очень маленькая работа. Большая часть времени я все равно занят журналистами. Дмитрий, а возможно такой вариант по-твоему, ты говорил сейчас о биологии, о врачах, что Россию возглавит гуманитарий когда-нибудь, да, как Васлав главил, я не знаю, как журналист, как драматур, как врач, как демократик. Я не хочу, чтобы Россию возглавлял гуманитарий, я бы хотел, чтобы я возглавил профессионал в какой-либо области, неважно в какой. Лучше всего, если это будет экономист, если не экономист, то пускай медик. А вот насчет гуманитариев, мне как-то кажется, что нам, гуманитариям, лучше держаться подальше от управления, от логистики. У нас слишком хорошо развита эмпатия, мы начинаем всех жалеть, а это не очень хорошо для власти. Но увидеть профессионала в какой-нибудь области было бы очень хорошо. У Путина из таких профессиональных черт хорошая память на лица, на цифры. Хотелось бы увидеть человека, в чей набор профессиональных качеств входит еще и некоторая симпатия к людям и забота о них. Но вот врач в этом смысле или педагог. Это хорошо. Мне бы хотелось, чтобы в России у власти оказался интеллигент. Такой интеллигент с хорошей традицией, с умением прислушаться к чужому мнению. Но если этого не будет, то какая разница? Пусть у власти будет кто угодно, лишь бы это не был человек, презирающий человечество. А спецслужбы всегда презирают людей, потому что они знают, когда человеку сапогом надавливают на некоторую орган, он становится очень податным. Вот они исходят из этого, что если вам всем надавить сапогом, вы про свои принципы забудете. Мне бы хотелось, чтобы человек, скажу так, более милосердно мировоззрение возглавлял страну. А тебе... Меньше презирал бы ее население, а он презирает его горячо. Это же его слова, переданные Соловьевым, говеный замес. Человек, который такое говорит о своем народе, недостойным рукой. Да, но ты тоже не очень хорошо отзываешься о народе. Нет, я о народе отзываюсь неизменно уважительно, но для этого народа нужно стать народом, перестать быть населением. Население не вызывает у меня восторга. Народом он бывает только в минуты высотых испытаний, когда он переходит в состояние такой плазмы. Он всегда по нему ностальгирует. Ну, а население, конечно, разобщено трусливо, податливо, беспринципно. А вот народ, тут у него мало конкурентов, честно говоря. Так вот же испытание, вот же, корона. Вот я и жду, когда мы увидим результаты. пока некоторые люди впали действительно в панику и в такую слабость паническую, хотят быть насаженным на шампур государственной воли. Другие, наоборот, демонстрируют огромную готовность мобилизоваться. Лучше всего ведут себя профи, а именно медики скорой помощи. А школота Навального? Вообще, тебе нравится это явление? Ну да, конечно, я очень их люблю и очень в них верю. Я просто боюсь, что их стало меньше. Пока, кроме Егора Жукова, они лидера такого не дали. Но будем надеяться, что дадут. Нам надо сейчас все-таки добиться, чтобы из-за коронавируса не забыли, например, про дело сети, чтобы там отделили ложные показания от истины, чтобы разобрались в истинной степени виновности каждого, чтобы многочисленные политические заключенные в это время тоже, ну, например, как Дмитрий, чтобы они продолжали оставаться в центре общественного внимания. А то некоторые под действием вируса в частую забывают о том, что в России есть еще и неправосудный приговор. Вот об этом хотелось бы напомнить. Потому что те, кто сидит, им сейчас хуже, чем тем, кто находится под домашним арестом в карантине. У нас очень странная ситуация случилась вообще в судах, потому что Москва, перемещаться по ней нельзя, а вот суды работают, и процесс над Кириллом Серебренниковым и компанией продолжается, процесс над Константином Котовым начнется в середине апреля новый, продолжится дело сети, продолжится дело нового величия, но вход в суды и журналистам, и публике, и слушателям запрещен. Только прокурор, адвокаты и судья. Абдицитно говоря, интересное, чего сейчас можно делать, это все-таки настаивать на амнистии, добиваться масштабной амнистии. Если государство проявит слабость, как это называют, или проявит мягкость, это не будет расцениваться как слабость, это будет всеми оценено чрезвычайно высоко. Мне кажется, даже если власть еще хоть сколько-то озабочена своим имиджем, почему не отпустить заключенных? Ну-ка, по крайней мере, тех, кто находится вот в этих переполненных камерах в ситуации повышенной опасности. Ведь это значит получить такой гнойник, который потом уже иначе как оперативными способами не излечь. А что, расстреливать всех? И так уже туберкулезом человек успевает заразиться. А что там с пандемией творится, я боюсь, честно говоря, даже думать об этом. Спасибо. На здоровье. Целую. Целую. Да. Счастливо. Пока. Пока. Дмитрий Быков. Стихи. Все-таки год поучительный выдался. Первый за много бессмысленных лет. Надо о чем-то писать, кроме вируса. Но ничего, кроме вируса, нет. Вирус, явившийся волею случая и обещающий миру в финал, вещь чрезвычайно такая вонючая. Только явился и все провонял. Мало ли, всякого русские вынесли. Войны, раздоры, террор, воровство. Кажется, стыдно и думать о вирусе, но обдулились как раз до него. Русь стыдно, стыдно казалось и думать про Путина, а оказалось, что он это мы. всякое было. Всякое было холера и оспа, да, тиф и чахотка, и кашель, и бред. Надо бы спросить, если вдуматься с Господа, ведь ничего, кроме Господа, нет. Он ли, Россия, заботая, балуя, вдруг отвернулся, и на тебе, пшик? Он ли, наслал это страшное малое, что уравняло с собою больших? Он ли задумал и волка, и аспида, хама и гопника, лепру и спид? Думали, нет ничего, кроме Господа, а оказалось, соперник не спит.